Сегодня много хороших новостей. Начнем с того, что мы подали обращение начальнику полиции с требованием ознакомить меня с материалами оперативно-розыскной деятельности. В частности, с 92-м постановлением от 12 февраля 2019 года, по которому они взломали дверь в мою квартиру и похитили вещи 13 марта 2019 года. Кондрашов прислал отказ 2 октября. Наконец-то они начали писать правильный порядок и ОФ. Сообщаю, что ваше обращение, зарегистрированное в УМД России от 12.09 по факту ознакомления с материалами оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в отношении вас, рассмотрено. Предоставить сведения в полном объеме не предоставляется возможным. В соответствии с ФЗ АБРД в рамках проведенного гласного мероприятия обследования зданий, сооружений и участков местности. Так, смотрим, да? Местности и транспортных средств, в том числе жилого помещения. Вот это приписка Кондрашова. Это начальник полиции. То есть он занимается законотворчеством. Открываем закон, федеральный закон ОБРД и читаем. Восьмой пункт. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Точка. Что пишет Кондрашов, он добавляет от себя лично, в том числе и жилого помещения. Это называется превышение должностных полномочий. От себя лично дописал строку в закон. Вам ранее направлялась копия актов обследования вашей квартиры по адресу город Сургут, Комсомольский. Так, 25.09 и 13.00 совместно с копиями постановления суди Шерстобитова такого-то санкционированного проведения данных гласных мероприятий для ознакомления. А когда отправили? Куда? На какой адрес? Так, по адресу город Сургут, квартира 16. Никаких доказательств не предоставили. Ни квитанции, ничего. Так, ну самое главное, что они отказали в ознакомлении с информацией. Типа мы вам высылали и все. Заново не хотят высылать. И при этом ссылается на какой-то самописный закон. Еще раз показываю. Вот он, федеральный закон. Так, идем в консультант. Вот он, консультант плюс. Читаем. Приписка есть, в том числе и жилых помещений? Нету. Что делает Кондрашов? Кондрашов превышает должностные полномочия. Занимается законотворчеством. Сам себе придумал закон. Тем самым прикрывает Шерстобитова и судью Шерстобитова, который вынес заведомо неправосудное, незаконное решение, постановление о проникновении в мою квартиру. И всех сотрудников полиции тоже прикрывает. И сотрудников ОМОН прикрывает. Вот что делает. Приписку делает и все. Что мы сделали? Привлекаем к уголовной ответственности Кондрашова, начальника полиции. Не успел вступить в должность, уже занимается законотворчеством. Организовать проведение проверки в порядке ст. 144-45 по факту превышения должностных полномочий со стороны начальника полиции Кондрашова РС. Ознакомить меня все-таки с этими документами. Потому что у меня до сих пор нет ни одного документа, основания по которому они зашли в мою квартиру и вообще изломали дело. Это у нас было отправлено 7 октября. Привлекаем к уголовной ответственности начальника полиции Кондрашова. Вот такой документ. Кому интересно, почитайте на паузе. То есть они мне отказали. Хорошо, мы написали через газ правосудие. Три обращения, два из них отклонено. 9 октября, 11 октября. Ну вот 9 октября они приняли. Все, ждем ответа. Скоро у нас будет это постановление. Ну и чтобы совсем не отвертелись вдруг, случайно. Я сегодня съездил и съездил в суд и зарегистрировал такое обращение в письменном виде. Принято 14 октября. Все, не открутится. Ждем ответа. Требую предоставить основание, на каком основании вообще проникли в мою квартиру. Вот он, полный текст этого документа. Сканированный с росписью, с отпиской Кондрашова, что он отказал мне с этого ознакомления. Ну вот, номер сообщил. Но опять же подтвердил, что постановление было вынесено за месяц и один день до взлома квартиры. То есть они заранее готовились. Так получается. Хотя нам известно, что вот эта дата в постановление вписана вручную, а само постановление напечатано на компьютере. Еще новости хорошие. Сегодня создан прецедент удостоверения журналиста равно удостоверения личности. Впервые прошел в здание суда по удостоверению журналиста. Паспорт не показывал. Показал постановление мирового суда. Это постановление было вынесено 29 августа 2019 года. Вот его номер. Можете ссылаться. Кто журналист. Значит, мировой суд установил. Ну вот это все можете на паузе тоже почитать. Это вот благодаря всего судебному приставу Бибанаеву. Читаем. Кроме того, на видеозаписи, приобщенной к материалам дела, отчетливо видно, что Булгаков Антон Николаевич при входе в здание Ленинского районного отдела судебных приставов предъявил судебному приставу редакционное удостоверение журналиста. В соответствии с пунктом 9 статьей 49 закона РФ, это о средствах массовой информации, журналист обязан предъявить при осуществлении профессиональной деятельности по первому требованию редакционное удостоверение или иной документ удостоверяющий личность и полномочия журналиста. То есть редакционное удостоверение. Учитывая вышеизложенное требование судебного пристава по ООУ ПДС о дополнительном предоставлении документа удостоверяющего личность не основано на законе. Мне пришлось прям зачитать вот этот абзац судебного пристава Сургутского городского суда, чтобы они меня пропустили по удостоверению журналистов. Паспорт я не показывал. Это не все. Я решил пройти мимо рамки. Они тоже сопротивлялись, но мне все-таки удалось пройти мимо рамки. Они мне предъявляли там какой-то приказ судебного департамента, 53-о. Я сказал, что я у вас в департаменте не работаю и на меня этот приказ не распространяется. Пропустили. Так, сходил в канцелярию, сдал 4-е требование предоставить постановление номер 92, 12 февраля, на основании которого взломали дверь в мою квартиру и похитили вещи. Так, дальше перечислены три отказа. 7 октября отказал начальник полиции города Сургут. 10 октября отказ от Сургутского городского суда на электронное обращение. И 14 октября сегодня Сургутский городской суд отказал на подписанное электронное обращение. Пришлось распечатать, подписать вручную и отсканировать и отправить заново. Ну и все равно получил отказ. В итоге пришло четвертый раз подавать уже в письменном виде и съездить в Сургутский городской суд в канцелярию. Пройти по удостоверению журналиста мимо рамки и подал все-таки в канцелярию, зарегистрировал. Решил найти судью Шерстобитова, по пути встретил заместителя прокурора Лукьянова Александра Николаевича. Он мне тянул руку, руку я ему не пожал, совесть просто не позволил. Ну и он скрылся в кабинете. Потом сходил в кабинет Шерстобитова, 437 по-моему. Он тоже от меня скрылся в кабинете, а его помощницы отвернулись от меня и я видел только их затылки. Ну и последнее, что случилось сегодня, это прокурор города Сургут не нашел нарушений в законотворчестве начальника полиции. Так, я уже показывал, да, что начальник полиции занимается написанием своих собственных законов. Не читает консультант. Вот тут четко написано, точка. Здесь нет никаких жилых помещений. Что отвечает прокурор города Сургута Балин? Сразу на 6 обращений отвечает. Что, какие, о чем вообще непонятно. В том числе из прокуратуры, они правомерных сотрудников ОМВД и другим вопросом рассмотрены. Установлено, что начальником ОМВД России по городу Сургут Кондрашовым, рассмотрено ваше обращение об ознакомлении с материалами оперативно-розыскных мероприятий. В ваш адрес направлено соответствующее уведомление. Разъясненные основания отказа не разъяснены. Предоставление сведений в полном объеме и порядок обжалования. Нарушение и требования закона не допущено. О, прокурор у нас тоже это. Ничего не видит, ничего не слышит. Прокурор у нас что, тоже консультант плюс не читает? Где вот здесь написано, в том числе в жилых помещениях? Вот здесь точка должна быть. Прокурор Балин прикрывает преступные действия начальника полиции города Сургут. Вот вам доказательства. Доводов, требующих дополнительной проверки не имеется. Да ладно? Конечно, будем это все обжаловать. Ну как так? Прокурор, надзорный орган, это вообще бред, вообще не читает консультант что ли? Вы как так? Вы что это? Получается у нас полиция, не зная законов, проникает во все жилые помещения? Незаконно. Только в рамках уголовного дела. А они вот сюда приписывают стройчку и проникают в любое жилое помещение. Нормально? Совершенно непонятно, чего добиваются эти все ребята, и начальник полиции, и прокурор, и следственный комитет. Вы что ждете? Пока такие как бабушки не начнут стрелять из своего табельного оружия во все подряд? Пока у вас город в красный цвет не покрасится? Или вы ждете, пока у вас портреты над головами начнут оживать, воплощаться в реальность? До какого еще абсурда вы хотите довести ситуацию? Вы же сами свои законы нарушаете, законотворчеством занимаетесь, свои законы придумываете. И в любую квартиру, любой опер, получается, может зайти. Без суда и следствия, и без уголовного дела. Так, ну а дальше аудиозапись о том, как я ходил в суд. Я вас спросил, мужчина, вы же зачем этот цвет сейчас устраиваете? Один абзац, один абзац, две строчки. Требование судебного пристава о дополнительном предоставлении документов, удостоверяющего личность, не основано на законе. Удостоверения журналистов достаточно. Благодарствую, я хочу пройти мимо рамки. Я не сказал, что я вас не пропускаю, я могу уточнить, есть у вас документы? Мимо рамки у вас кратка есть. А что? Я не обязан проходить через рамку. Тогда до свидания, мужчина, вам... В смысле до свидания? Я не обязан проходить через рамку. Я не могу пропустить. Я вас не могу пропустить. Назовите действующий нормативный акт, согласно которому вы... Каким документом вы получите? Дайди. Так, приказ номер 53О, 1 февраля 2016 года. И что, какой пункт? Пункт на заднем мошке, да? Да. А что это за приказ? Судебный департамент. Я вас не работаю. Тормана, если есть, я вас не могу пропустить, я работаю. А на часть-то можете вызвать? На Мира 44-2. Нет, а здесь старший есть кто? Старший наряд 1? На Мира 44-2 можете обратиться. Нет, здесь старший наряд кто? У нас нет. Ну, кто сейчас самый главный здесь? Триди судебный пристав. Машина, вы сейчас мне мешаете проводить? Нет, не мешаю. Это вы мне мешаете пройти в канцелярию. Ну, вы откажутся пройти через рамки металла и сканеры. Имею право. У вас должен быть ручной металлодетектор, к которому вы сканеритесь. Я не отказываюсь от сканирования. Я отказываюсь от проходить через рамки. Она вредна для здоровья. Вот, что-то металлическое осталось. Теперь его на крыльник еще раз. Ай-корр. Все? Я могу вон там зайти или через стол перелезти, и вы ручным металлодетектором просканируете его ночью? А? Ну, а что делать? А? А чем вы думаете, что это вредно, а вот это не вредно? Мы расследовали, что это такое. Вот это не вредно. Это менее вредно. Раз в 20 менее вредно. Понимаете? Я не отказываюсь. Я не хочу проходить через рамки. Вы позволите? Это с помощью рамки металла. Телефон, паспорт, ручки, визитки, документы. Я здесь еще и... Через ту дверь? Да. Так, вытащи, пожалуйста. Вот, как на. Благодарствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Нормально. Вы когда начнете уголовные дела возбуждать? Какие? Какие? Извинились, так я даже не узнал. Вы же видео поднимали. А? Вы же видео поднимали? С ЭБС. В ответственном комитете. И? Почему не протестуете их отказы? Плохо работаете? Указался, я глянусь, что дом сидят, но... Вы подскажете? Я поставил на комитете, нет? Слушай, вы знаете, что хотели? А это вы? Да. Антон Николаевич Булгар. Я бы хотел ознакомиться с 92-м постановлением от 12 февраля до 2019 года. Что значит, я хотел бы ознакомиться? Что за постановление? Пишите заявление, обращайтесь. Я уже написал. Ну, я еще ничего не видел. Ну, а если сейчас напишу, познакомите? Ну, вы обратитесь туда. Я уже обратился. Меня должны привезти, но мне никто ничего не видел. Я обращался электронным, мне два раза отказали. Пришлось письменно подавать. Я не видел ничего еще. Скоро увидите. Все было. Вы в курсе, что мероприятие ОРМ не относится к жилым помещениям? Все у вас. Все у вас, когда-нибудь. Вы на вопрос не ответили. Есть ли мне 4-го чайки сейчас председатель? Вы знаете, да, с кем работаете? Выносят постановление о проникновении в жилое помещение незаконное. Вам без разницы, да? Понятно. До свидания. Все хорошо. До свидания. 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 Продолжение следует...